Мур, привет котятки и 12% кошечек. Ммм, да, странное будет приветствие. Ну ладно, это Зверько, и давай посмотрим, что нам привезли на поезде обновлений разработчики ML. Поэтому наливай себе чай, садись и слушай, информации будет много. Итак, обновление 1.5.54. Новый герой Маг Ив, Звёздный Хранитель, выйдет 12 февраля. Цена, как всегда, или 599 алмазов, или 32 тысячи БО. Хотя Ив Маг, но она требовательна к пингу, поэтому гайд от меня придётся немного подождать. Нужно проверить сборку и тактон на нормальном пинге, против мификов. Эпический скин на Ван Ван, Пиксельный Заряд, уже доступен к покупке с 5 февраля. Его можно получить из коллекционной коробки. 10 февраля выйдет скин на Ло Ии, Рассвет Фортуны. Стоит он будет 749 алмазов, со скидкой 30% в первую неделю. С 14 февраля будут доступны скины на Сисю и Кармилу, фантомные графы. И каждый будет стоить 749 алмазов. Однако, есть способ купить алмазы дешевле. У спонсора нашего видео. Кодошоп. Официальный дистрибьютор игровой валюты. Как в нашей Mobile Legends, так и в нескольких других популярных играх. Цены в Кодошоп ниже, чем в Google Play или App Store. Для пополнения тебе даже не потребуется регистрация. Оплатить можно с помощью карты Visa или MasterCard, Kiwi или Яндекс.Деньги. Приобрести можно как алмазы, так и звездного участника. Давай покажу, как это сделать на примере моего АКа для стримов. Заходишь по ссылке в описании этого видео. Внимательно вводишь свой игрой ID и сервер. Выбираешь нужное количество алмазов. И оплачиваешь удобным для тебя способом. После чего перезаходишь в игру, и алмазы у тебя уже на счету. Да, все просто, удобно, быстро и дешевле, чем традиционный способ. Для удобства можешь сохранить мои ссылки в закладках. Кстати, ребята организовали группу в ВК, где можно задать свои вопросы, и возможно там будут розыгрыши. А теперь возвращаемся к ролику. Итак, разработчики решили изменить героев, отталкиваясь от пика на турнире М2. Привет тем, кто решил составлять им мету на турнирной результативности. Увидев, что магии стрелки не популярны в турнирном пике, и поскольку они раскрываются к поздней игре, разработчики намерены их потихоньку усиливать, чему я, как магмейнер, рад. Беатрис, обзор героя у меня на канале. На данный момент меняет формулу урона, но я уверен, что перед релизом героя ей обрежут имбовую связку меч охотника, золотой посох, райское перо, потому что с этими предметами она выдает невероятный урон. Впрочем, Беатрис еще долго будут балансить. Не верь тем, кто будет кричать имба до выхода героя. По оружию. Винтовка раннер. Базовую атаку увеличили. В ульте увеличили расстояние и скорость прицеливания. Дробовик Вескер. Тоже увеличили базовую атаку. В ульте уменьшили штраф при попадании по одной и той же цели, с 20% до 15%. Однако увеличили суммарный штраф, с 20% до 40%. Написано, что навык еще должен давать щит, но это пока не реализовано. Гранатомет Беннет. Урон от попадания увеличили, но урон по площади немного уменьшили. В ульте уменьшили скорость полета гранат, но увеличили урон. Пистолеты Нибиру. Также увеличили урон базовой атаки. И в ульте увеличили урон тоже. Шестое чувство мне подсказывает, что уберут возможность наносить урон статусами. Со всеми этими изменениями. Пассивка. Теперь с увеличением скорости стрельбы ускоряется и перезарядка. И это правильно. А то получится как с Сестосом в автоатаку. Для тех, кто не знает. Его пассивка своей анимацией сильно снижает его скорострельность. Также Беатрис добавили полоску запаса боеприпасов для удобства отслеживания. Что я могу сказать? Будет интересно наблюдать за изменениями героя. Реворднутый Аргус, который все никак не попадет на основной сервер. Пассивка. Получила ребаланс. Немного увеличили время каста заряженного удара. Для пущей интерактивности. Что бы это ни значило. Зато увеличили урон заряженной комбы. Для первых двух ударов добавили 10%. А вот для третьего аж 50% сверху. Немного увеличили бонус от физической атаки для вампиризма. С 15 до 20%. Такое изменение оставит урон в минуту примерно на том же уровне. Но увеличит немного самоотхил. Бэйн заходит на второй круг изменений. Первый навык. Увеличили перезарядку. И добавили новый эффект. Перезарядка уменьшается на 0,05 за каждую единицу физического урона. Второй навык. Уменьшили перезарядку вплоть до 10 секунд. Уменьшили магический бонус к регенерации здоровья на 60%. Также уменьшили магический бонус к урону на 40%. Как и с первым навыком добавили новый эффект. Но теперь в отношении магического урона те же 0,05%. Если кому интересно, вот расчет перезарядки. Когда второй навык полностью выкачан, его собственная перезарядка 10 секунд, и ты наносишь 300 урона. Аврора. Первый навык. Магический бонус увеличили до 200. Ульта. Уменьшили базу урон. Было 900-1300, будет 800-1200. Однако сильно подняли магический бонус со 180% до 240. Теперь опасайся приближаться к кустам, там может таиться аврора. Теризла. Второй навык. Штраф урона по миньонам постепенно будет уменьшаться. На первом уровне он наносит 60% дамаги, на шестом все 100% урона. Ульта. Уменьшили перезарядку. Было 48-36 секунд, будет 40-30 секунд. Пассивка. Срезали танкование урона до 35%. Таким образом, роль Теризлы сдвинулся ближе к бойцу-дамагеру, чем к танку. Броуди. Благодаря тому, что люди стали собирать его в защиту, а урон выдавать по-прежнему мощный, разработчики решили понерфить стрелка. Атрибуты. Прирост физической атаки уменьшили с 13,5 до 10. Второй навык. Немного уменьшили время оглушения. С 1 секунды, в описании 1,2 секунды, до 0,8 секунды. Ульта. Уменьшили базу урон. Также уменьшили бонус от потерянных хп противника. Но увеличили бонус физической атаки до 180%. Бенедетта. Первый навык. Увеличили перезарядку вплоть до 7 секунд. Ульта. Также увеличили перезарядку. Вдобавок, изменили урон, сменив общий физический бонус на физический от предметов. Вот формула. Такие изменения уменьшат мобильность Бенедетты и урон в минуту, соответственно. Чонг. Атрибуты. Уменьшили базовое здоровье. Было 2898 хп, будет 2698. Прирост здоровья тоже уменьшили. Было 215, будет 195. Третий навык. Увеличили перезарядку. Теперь очевидно, что Чонг будет немного тоньше и капельку менее подвижный. Лапу-лапу. Пассивка. Уменьшили физический бонус для заряженной атаки. С 200% до 150%. Ульта в двуручном мече. Уменьшили урон первых двух ударов навыка. Сильвана. Атрибуты. Уменьшили бонус к скорости атаки от предметов на 20%. То есть, кинжал будет давать Сильване не 10% скорости атаки, а только 8%. Ну и так далее. Пассивка. Изменили расчет урона базовой атаки. Теперь перез в магический бонус. Вдобавок, теперь стаки будут накапливаться и с урона базовой атакой. Второй навык. Сильно уменьшили щит, но зато увеличили магический бонус до 170%. Ульта. Увеличили перезарядку на начальных уровнях. Сильвана. Очень опасный противник со старта игры. Этими изменениями ее полную силу сдвинули в более позднюю игру. Ван-ван. Пассивка. Теперь попадание в метку наносит фиксированный урон в 50 единиц. Продолжительность ослабления после поражения всех меток вместо 10 секунд только 6 секунд. Первый навык. Уменьшили базовый урон. Также уменьшили бонус от физической атаки для летящего назад кинжала. Я извиняюсь за мат, но это... Пиздец. Такое ослабление пассивки определенно убьет Ван-Ван. Я думаю, это не окончательное изменение. И разработчики образумятся. Лисун Син. Пассивка. Сильно ослабили урон первой атаки в ранней игре. Ульта. Убрали замедляющий эффект. Теперь от его ульты будет гораздо проще увернуться, либо убежать. Эсмеральда. Первый навык. Уменьшили базовый размер щита в начале боя. Было 500-850, теперь будет 400-850. Москов. Первый навык. Увеличили стартовый бонус к скорости атаки. Другие изменения. Изменения на карте. Сместили немного скалы и кусты. Теперь дракона можно водить кругами рядом с его респом. А вот змея надо осторожнее заводить в кусты. Немного сократили время воскрешения героев в начале игры и увеличили в поздней игре. Вернули цветок, который следует за героем после убийства каменного зверя. Также вернули восстановление маны для союзных героев рядом с ним на 1%. И ускорение передвижения по реке оставили. Предметы. Крылья королевы. Увеличили физическую атаку с 15 до 25. Уменьшили бонус к здоровью с 1000 до 900. Уменьшили силу пассивки. Теперь снижают урон только на 30% вместо 40. Хотя честно сказать, это весьма имбовый предмет. Был, да и останется. Бессмертие. Чуть-чуть увеличили время на воскрешение. Сделали ребаланс размера щита с упором в позднюю игру. Увеличили перезарядку. Со 180 секунд до 210 секунд. На мой взгляд, один из самых неэффективных предметов в соло игре. Но на турнирной игре маст хэв. Поэтому такой ребаланс в сторону поздней игры. Часы судьбы. Уменьшили интервал между стаками. С 30 секунд до 20 секунд. Прирост хп вместо 30-25 единиц. Магическая сила вместо 5-4 единицы. Лимит вместо 10-12. Итого теряем 2 очка магической силы. Но это не критично. Однако особого смысла такого изменения я не вижу. А вот теперь моя личная попа боли. А я недавно выпустил гайд по лесу. А теперь некоторые показатели собираются менять. Алгоритм гайда от этого не меняется. Но меняются значения бонусов от предметов. Так что, наверное, потом его буду перезаливать. Все лесные предметы несут штраф в первые 5 минут. Минус 50% опыта. И золото с миньонов. Было минус 40%. Охотничий нож. Бонусное золото с лесных монстров увеличено. С 15 до 25%. Остальные лесные предметы. Тот же самый бонус увеличен с 25 до 35%. По факту фарм леса будет ускорен на 10%. Башни. Пока на внешней башне висит энергетический щит, союзные герои под защитой башни будут получать на 15% меньше урона. Раньше было 10%. Когда башня атакует одного и того же героя, ее урон с каждым выстрелом увеличился на 40%. Теперь будет аж на 75%. Урон первого выстрела башни уменьшен на 10%. Я так понимаю. Эти изменения направлены на уменьшение гангов под башней в принципе. И в первые минуты игры особенно. Далее по тексту обновы незначительные правки багов. Вот такое нас ждет обновление в ближайшее время. Ориентировочно 12 февраля. Но это не точно. Напоследок вот о чем хочу тебя попросить. Если ты еще не подписался, то подпишись. А если подписан, то отмени подписку и подпишись вновь, если этого еще не делал. Уведомления у ютюба съехали напрочь в отношении меня. Он либо не присылает, либо присылает спустя несколько дней. Как лично я смотрю ютюб уже несколько лет. Захожу в вкладку подписки и просматриваю видео, которые выходят у авторов, за которыми слежу. И поэтому там можно частенько встретить мои комментарии. Таким образом я не пропускаю видео. Тебе рекомендую сделать так же. А пока по всем проблемам поддержка ютюба мне даже не отвечает. Ну на этом все. Удачных боев, друг. Встретимся в новых видео. Пиздец.